Приветствую всех зрителей моего канала, у меня сегодня замечательное настроение и точно такое же настроение сейчас будет у тех из вас, кто скучал по этой работе потому что сегодня у нас 23 отчет по проекту от фирмы Золотой Рено Живой Огонь не вышивала я эту работу месяцев так несколько и не знаю, меня спрашивали, я выложила фотографию в инстаграм ровно неделю назад 9 числа, что я возобновляю свою работу над данным проектом и меня спросили, а как, ну что, соскучилась? и если честно, я поняла, что не очень-то я и соскучилась но когда я непосредственно приступила к работе, я как-то, не знаю, какое-то вдохновение пришло так что давайте я вам отрою эту фотографию, сделанную много месяцев назад как выглядело мое продвижение вот тогда, когда вы смотрели последний раз этот отчет и продвижение мое тогда выглядело вот таким вот образом и таким же образом оно выглядело ровно неделю назад и давайте я вам покажу, как выглядит мое продвижение сейчас а сейчас мое продвижение выглядит вот таким вот образом как можно видеть, я дошла до верха и сделала я это за неделю то есть можно сказать, что за неделю я сделала достаточно приличный кусок несмотря на то, что здесь видно, что есть некоторые участки зашивки одного цвета все равно схема была достаточно сложная я над схемой, как всегда, поиздевалась сейчас я вам ее покажу схема вот этих вот фирмы Золотой Руной я комкаю самым беспощадным образом видите, она свернута, к минимуму, в три раза вот видите, вот тот же самый участок одного цвета вот который не закрашенный но видите, насколько он разбросан то есть, чтобы его освободить и потом зашивать только его нужно было все вот это вот вокруг него обойти то есть, в принципе, схема ну, если вы что-то просмотрите сквозь мои подчерканные эти значки в принципе, схема была такая, не сложная не то, что в моем теневом проекте но и не такая прям очень-очень простая но все равно я с этим справилась и за неделю я дошила этот лист таким образом, вот выезжает полотно таким образом у меня еще три листа, которые мне нужно будет дошить и я возьмусь за следующий лист следующий лист я уже тоже сложила его пока что пополам и нацепила на такую штуку кстати, я пользуюсь обычной картонкой которую я вот сюда кладу я только недавно там обсуждала в комментариях какому-то тегу своему как классно было бы примагничивать схему к конве вот пока у меня такой возможности нет как-то я еще не разработала эту систему поэтому у меня просто на вот такой вот штучке лежит на картонке для того, чтобы я могла черкать спокойно когда я ее по черканным переворачиваю чтобы этот карандаш не терся об конву я вот таким вот образом это все цепляю здесь у меня есть еще одна вот эта самая скрепочка на всякий случай и она просто стоит на вот этой вот утеплителе для труб и никуда не девается и зачеркиваю я обычным простым карандашом вот можно посмотреть, что у меня будет ждать внизу схемы здесь такой небольшой разброс есть но опять же не такой сложный, как кажется ну вернее вообще не кажется сложным то есть что вам сказать нужно просто сидеть и делать сидеть и делать, сидеть и делать и тогда все будет хорошо а с другой стороны там я уже не буду сейчас цеплять ну вот вы видите, что тоже тут есть такое, что в перемешку а есть вообще будут участки вот сиди и зашивай так что вот так вот будет выглядеть моя схема и с чего у меня началось в принципе как это, воскрешение этой работы у меня стоял органайзер, который я делала еще давным-давно для того, чтобы вышивать еще свою первую работу крестиком в гости к осени и потом как-то туда перекочевал у меня живой огонь потом туда же у меня перекочевал теневой проект и все это было на этом органайзере и он мне настолько не нравился он меня настолько раздражал сейчас я даже специально, а я не хотела уже сильно резать это видео но сейчас я специально полезу достану эту штуку и вам покажу и так я отрыла этот раритет вот таким вот образом он выглядел это кусок пенопласта завернутый в какой-то мешочек я не знаю для чего он когда-то был и вот таким образом приклеены значки вот здесь у меня были значки от живого огня непосредственно вот они у меня и вот здесь вот это тоже живой огонь вот эти маленькие и здесь вот у меня теневой проект видите, у меня здесь еще поставались кое-где нитки это нужно будет все разобрать и честно вам скажу я сидела вышивала теневой проект эти нитки все здесь лежали и у меня вот эта вот штукенция она на самом деле не такая уже и маленькая то есть вот с руку она стояла на краю стола и она меня раздражала уже меня просто начинала отипать когда я видела я не знаю почему наверное это какой-то просто ассоциативный ряд я помню, что я с этой штукой ездила на дачу в прошлом году с тем же самым живым огнем и то, что я привезла его назад и то, что до сих пор оно у меня не вышло это, короче, неприятное у меня с ней ассоциации и я ждала того момента прекрасного когда я закончу ту свою работу и смогу избавиться от этой штуки поэтому ту фотографию, которую я выложила 9 числа в инстаграм это была фотография вот этого я экономила-экономила но распаковала таки свой крайний паковский органайзер единственный, который у меня был свободный и применила его под эту работу вот опять же нарисовала все значки написала около каждого значка видите, какой это номер нитки на планшетке вот, например, черный, это черный квадратик 17-22, ну и так далее ну да, художественные способности, конечно, еще те но зато, видите, осталось всего 3 пустых места то есть идеально мне для этого подошел баковский органайзер я перенесла сюда все нитки и фактически вдохнула в эту работу как это надо сказать, второе дыхание не знаю, скорее всего это ну от удобства, я думаю, что это тоже зависит потому что, ну, этим удобнее пользоваться, чем той махиной ну, наверное, это все-таки как-то психологический такой момент что какая-то обновленная работа какая-то обновленная деятельность и как-то оно комфортнее не знаю, наверное, как-то комфортнее поэтому вот, что я за неделю сделала давайте посмотрим еще раз по вот этой вот штуке я вчера смотрела, значит, я сделала вот так вот вот ровно вот так вот вот этот кусок у меня зашит то есть сейчас мне фактически нужно будет вот на этом листе, я думаю, будет очень весело с вот этими вот деревьями а здесь будет так еще более-менее по поводу ниток ничего вам не могу сказать потому что пока что у меня все нитки еще закончились там те нитки, которых надо много закончились там по одному цвету там, если, например, у нас 4 как бы дырочки органайзера занятые пасмами ниток то у меня закончились там одна там где-то две закончились ну, вот, так что пока что я не вижу, что мне где-то там не хватает ниток и все нормально ну, я очень-очень аккуратно к этому отношусь и экономлю нитки, вы бы видели до какого состояния то есть я уже довожу до такого, что не могу сделать даже еще один полукрестик то есть я уже вывожу наизнанку еле-еле его закрепляю иногда даже доходит до того, что я закрепляю нитку наизнанке под стежками и хочу обрезать как бы кончик нитки для того, чтобы там ну, красиво была изданка а нечего обрезать, то есть оно все заправилось уже под стежки и даже не осталось хвостика вот, посмотрим к чему ну, это такой, знаете, эксперимент если у меня даже при таком подходе закончатся нитки то тогда это явно будет не моя вина, но вроде как я знаю, что у других девочек в этом наборе не заканчивались нитки так что это очень хорошо что я вам еще могу сказать я передвинула свою ну, это давно уже я передвинула работу перенацепила по-другому и теперь у меня она прикреплена таким образом что вроде как вы видите все полотно да, вот от ну, вот весь лист вы видите но на самом деле вот здесь вот внизу вот где палец мой двигается с изнанки вышивать, ну, крайне неудобно то есть, и благодаря вот этой вот трубе то есть, я сюда не подлезу я вот этот вот край вышить не смогу поэтому, скорее всего я сейчас опять немножко перекручу работу то есть, мне нужно будет делать это достаточно часто я думала, кстати, не перекручивать идти сверху то есть, вот низ отшила, перекрутила дошла до верха потом сверху иду вниз дошла до какого-то перекрутила снизу, ну, там и так далее чтобы перекручивать меньшее количество раз но я поняла, что мне в данном конкретном листе будет неудобно потому что если я вышью небо которое зашивается там несколькими цветами и потом приду к более сложному вот этому низу как-то это будет тоже не сильно хорошо поэтому я буду как-то делать это последовательно поэтому немножко перекручу вот это вот немножко заедет все дело и здесь выйдет еще кусок конвы ну, по фотографиям-то это не сильно красиво будет смотреться ну, в принципе, нам-то нужна фотография того, что было именно вот этого куска а не соседнего куска поэтому как-нибудь разберемся так, я думаю, что вы смотрите это фотографии боже, это видео у вас сейчас пятница у меня четверг и сегодня в пятницу когда вы смотрите это видео я еду я сказала говорила в впечатлениях марта о том, что в апреле у меня будет поездка и таки, да были даже сомнения буквально несколько дней назад что я вообще куда-то поеду это, конечно, была отдельная история я думаю, что поделюсь с вами какими-то аспектами этого всего дела в впечатлениях месяца но завтра, вернее у вас уже сегодня я уезжаю еду я во Львов хотела я поехать уже очень-очень давно в принципе, я была во Львове в жизни только один раз это вообще практически преступление потому что, ну, как это может быть и сейчас короче говоря, я в огромном торчути как-то, ну, в предчувствии этой поездки единственное, что меня пугает за ближайшие три дня это то, что мне нужно будет я впервые в жизни буду ехать в поезде одна то есть, у нас билеты в купе и так получилось, что я одна поеду в поезде то есть, как бы в купе у меня будет три чужих попутчика абсолютно незнакомых людей и вот это вот мне, конечно знаете, это такая рулетка повезет, не повезет и, ну, так как-то стрёмно, знаете и за свои вещи, как-то так ну, туда я еду на нижней полке понятно, я всё посбрасываю под эту полку сама на неё лягу и никто ничего не поднимет но, всё равно, знаете такие какие-то новые ощущения новые ощущения, это всегда как-то немножко некомфортно ну, посмотрим, расскажу вам как всё это будет конечно, буду снимать там видео и... короче, не буду сейчас всё рассказывать что-то будет происходить но я в большом предвкушении и я пропускаю репетицию на которой мне по-хорошему очень-очень сильно нужно было бы быть вот это вот концерт это то, что я рассказывала в впечатлениях месяца на Октябрьском дворце будет репетиция 19-го числа на которой меня не будет но так получилось слава богу, меня не убили не убили меня, по-моему, только из тех соображений чтобы я таки выступила на этом концерте потому что от этого было недалеко когда я сказала, что у меня не будет на репетиции но как-то разберёмся и я вообще ни на секунду не подумала променять Львов на генеральную репетицию я уж как-то на репетициях я ещё побываю а когда в следующий раз во Львов неизвестно так что, если хотите оперативно узнавать что у меня там происходит подписывайтесь на меня в Инстаграм потому что интернета у меня хватит с телефона только на Инстаграм а всё остальное, конечно, я буду снимать и я надеюсь, что вот я в понедельник вернусь и в понедельник уже начну всё это дело монтировать и что-то уже как-то выкладывать кому надоели теги крепитесь, потому что, судя по всему в воскресенье будет ещё один тег потому что это единственное видео которое у меня сейчас есть в запасах и всё, больше у меня видео в запасах нет абсолютно поэтому буду снимать живой огонь буду снимать вышиванку нужно доснять такую какую-то там шестую или седьмую какую-то там часть своих хомячих запасов которые я никак не могу доснять мне говорят об этом постоянно но оно, место, где располагаются эти запасы оно находится в таком расположении что там, что-то я такое сказала что там свет дневной фактически не попадает и нужно это как-то всё короче, нужно просто задаться целью и сделать вот и там проходная комната там всё время что-то происходит но разберёмся нужно будет это снять и вышиванка продвигается очень-очень медленно поверьте, когда продвинусь обязательно всё расскажу ничего не утаю будут рукодельные покупки апреля но пока что у меня было очень-очень мало покупок я их засняла малюсеньким таким видеороликом и очень хочу его приклеить к покупкам из Львова я думаю, что они тоже будут хотя не знаю, насколько там будет рукодельных покупок но что будет, то приклею и покажу вам потому что, ну, больше же я где же я их достану эти покупки уже сколько будет, столько покажу да, и насчёт отчётов по живому огню я буду выкладывать отчёты не раньше, как было каждую пятницу а буду выкладывать отчёты по мере продвижения потому что неделя на неделю не приходится и как-то это очень напряжно и мне как-то, что чуть только я у меня были случаи, что я чуть только там что-то где-то задержалась завис интернет там, я не знаю, или ещё что-то мне уже начинают писать, что, где, когда, давай, давай поэтому, что бы такого не было я буду выкладывать по мере продвижения возможно, это будет раз в неделю возможно, это будет там раз в полторы недели но в любом случае без видео вы не останетесь так что не эта работа, так будет что-то другое но у меня большие планы начала я эту работу, я посмотрела где-то в начале июня прошлого года и у меня достаточно сильное желание до исполнения годика этой работе её закончить то есть я абсолютно не намерена её заново вести с собой на дачу вот абсолютно, хотите верьте, хотите нет и ещё у меня есть мысли по поводу моих будущих работ но, пожалуй, об этом я вам уже расскажу в впечатлениях месяца потому что сейчас всё расскажу, потом будет неинтересно кстати, ту эту мысль, которая у меня сейчас появилась я должна записать себе, потому что потом всё равно забуду вам рассказать так что еду я в пятницу вечером пожелайте мне удачи хороших попутчиков, не знаю напишите, были ли у вас какие-то... хотя, наверное, не надо чтобы я не напугалась ещё больше напишите, что всё будет хорошо вот, я буду ехать в поезде и читать это и думать, что всё действительно будет хорошо так что ждут меня увлекательные выходные а вас, я надеюсь, вас, я надеюсь, тоже ждут увлекательные выходные и я очень сильно хочу в это верить, что увлекательные видео в дальнейшем и что я не буду сбавлять темпов в этой работе и последнее всё насчёт теневого проекта я его закончила я не помню, говорила ли я кто-то знает, кто-то нет я его закончила я его оформила я его притащила вчера домой под дождём это... уф... отдельная грустная история получилась картинища в длину 80 см огромная, тяжёлая короче, притащила я её домой отбила такие лист паспорту багетки я тоже выкладывала в инстаграм вчера фотографию хвасталась своей победой над багетной мастерской отдали мне мой лист паспорту огромный такой лист слушайте, ну действительно почему бы его не забрать, если я за него заплатила и сейчас я, когда вернусь с Львова я буду выкладывать камешки по этой работе 20, ну там, стразами мы хотим выложить фон так что я очень классно купила паяльник для страз то, что нужно и 28 числа во вторник мы эту работу подарим очень сильно хочется верить ну на 99% мы её подарим такие 28 числа и 29 числа опять же, я очень сильно надеюсь, что всё будет хорошо я выложу первое видео то есть уже начну выкладывать видео по теневому проекту единственное, что мне нужно будет за вот будущую неделю доснять ещё как минимум два видео то есть мне нужно будет доснять такое предисловие потому что вступление у меня есть но оно снималось фактически год назад с тем расчётом, что я закончу эту работу до декабря короче, там очень много временных нестыковок, странных фраз поэтому нужно снять какое-то предисловие чтобы людям, которые будут это смотреть как бы с нуля чтобы они понимали, что вообще происходит потому что я там в том вступлении несу вообще непонятно что так что нужно будет снять такое предисловие и нужно будет снять финальную, как бы уже финальную часть там, где я сижу с этой работой я не представляю, как с ней сидеть потому что я стала с ней перед зеркалом взяла её в руки еле-еле значит, у меня сверху голова торчит а снизу у меня уже колени то есть вот можете себе представить её вообще размерчики не знаю, как в кадре с ней садиться возможно, когда я выложу наверное, да, наверное, когда я выложу уже непосредственно эти стразы но ещё не буду её назад в багет туда запихивать потому что с багетом сидеть это вообще нереально она меня придавит вот, я понимаю, что многим уже интересно кого-то уже, наверное, немножко подраздражает так, но всё, уже мы вышли на финишную прямую и буквально вот уже через каких-то там 12 дней уже всё это начну выкладывать рассказывать и так далее и тому подобное так что всё, что-то я вам наболтала как всегда всё спасибо всем большое за внимание удачи вам и творческих успехов пока 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 пока